Из беседы святителя Иоанна Таусова Если пребудет вере и любви и святости с целомудрием Первое послание апостола Павла к Тимофею, 2 глава Великой стыдливости требует блаженный Павел от женщин великой степенности Поэтому обращает внимание не только на внешний вид и одежду, но и на голос Что же именно говорит? Теперь жена в безмолвии доучится Что это значит? То, что по его словам жена не должна говорить в церкви То же самое сказал он и в послании к Коринфянам Ибо неприлично жене говорить в церкви Первое послание к Коринфянам, 14 глава Почему же? Потому что закон говорит, он подчинил их власти мужа И опять в другом месте Если же они хотят чему научиться Пусть спрашивает о том Дома у мужей своих Первое послание к Коринфянам, 14 глава Но тогда женщины вследствие такого наставления хранили молчание Между тем ныне между ними великий шум, великий крик, громкий разговор И притом нигде в другом месте Столько, как здесь То есть, по-видимому, в то время В храм приходили Храм, наверное, был больше там, где приходили Да как сегодня в каждом храме Разговор Шум Батюшка сам себе В алтаре А там в храме сами по себе люди Разговаривают между собой Общаются Рассказывают сны То, что видел во сне Это все в храме делается И сегодня тоже Вот прошло две тысячи лет Не две тысячи, я говорю Это был четвертый век Иоанн Златоуст Ну, 1600 лет Прошло А когда читаешь его беседы Как будто бы вот сегодня он был Посмотрел на нас и говорит Эту проповедь беседы Как будто бы вот сегодня он только Был, посмотрел и И говорит об это о нас с вами Ну, нисколько ничего, окажется, не изменилось То же самое все Сохранилось до сего времени Как будто, придя сюда Для того, чтобы провести досужное время Они ведут разговор о предметах бесполезных От этого все приходит в расстройство И они не хотят даже понять того Что не иначе могут Они научиться чему-нибудь полезному Как только храня молчание То есть молчание опять Ну, возьмите Ну, студенты учились Если на лекции будут все между собой разговаривать Там будет профессор что-то говорить Они будут между собой общаться Говорить, что поймут Что они уловят из той беседы профессора Да ничего Так и здесь Мы приходим сюда в храм Это я уже от себя добавляю Приходим в храм для того, чтобы научиться В этой школе благочестия А часто бывает так Я даже вот дома Там спрошу А что сегодня читалось? Какое апостольское чтение? О чем? Сразу А о чем? Ой, я забыл о чем Не помню о чем Читалось Позвонил в другой раз по телефону За тысячи километров отсюда У кого там поздравить А какое сегодня Евангелие читалось? И такая растерянка Ой, а я не помню Даже о чем читалось А мы-то приходим Чтобы услышать каждое слово здесь Читается апостольское послание Апостол Павел к нам обращается Господь сам Говорит с нами Сегодня Вот слышали вы? И смотрите как Сегодня у нас благодарственный день 20 лет как мы На этом месте Совершаем молитвы Господу нашему Иисусу Христу И Евангельское чтение То, которое читается На благодарение Когда молебен благодарствует Всегда это евангельское чтение Евангелие от Луки 17 глава Десять прокаженных Идут, увидели его, кричат Наставник, помилуй нас Идите, покажитесь священникам Пока шли и селились А благодарить вернулся только один И тот был Не благоверный иудей А самарянин был Вот так и мы Мы часто забываем Благодарить Бога Получили? Получили А у меня хорошо Хорошо Ну и ладно Пока хорошо Все хорошо И не надо ничего А вот когда Что-то случится Ну тогда забегали Тогда нужно и В храм И свечки ставить И к какому святому Поставить свечку надо Разыскивать все А мы должны Благодарить Бога За все Что есть сегодня Отвекусь немножко Вчера у меня был разговор Ходил я там на базар И женщина Вот у нас такая Жизнь плохая Опять будет Это там Президент Будет Это Надо менять Власть менять Надо В это А чем тебе плохо Сегодня? У тебя что? Пенсию ты получаешь Вовремя Я с ней говорю Да, вовремя Ты голодуешь? Нет, не голодую Ты в магазин приходишь Сегодня купить Можешь все что есть Да Войны нет Ты не боишься Что завтра тебя придут Разграбят Разбомбят твой дом Нет Ну а чего же ты стонешь Чем плохое это тебе Что? Ну Благодари Бога Что сегодня мы Живем в мирное время А главное Что Господь Даровал нам Этот дар Талант дал Это вера Которую мы имеем За это мы когда-то Благодарим Да А как Говорит Да очень просто Господи Это ежедневно Благодарю тебя Что ты открылся мне Что ты Открылся Что я встретил Тебя Господи На своем пути А если бы не было Где бы я был Где бы я была Сегодня в этом мире При любодейном И скверном мире И вот далее Он говорит В самом деле Когда мы Приготовляем Произнесение Слова А между тем Никто не внимает Тому что говорится То какая отсюда Может быть польза Поэтому Он говорит Что женщины Надлежит До того Быть молчаливою Что Она не должна Говорить церкви Не только О житейском Но и о духовных Предметах Если таким образом Она будет вести себя То она будет иметь Возможность Совершать молитвы С великой Благопристойностью Аминь То есть если Молитва совершается Без великой Благопристойности То она И от пола не оторвется А нам нужно Чтобы наша молитва Достигла Престола Божия Поэтому Должно совершать Ее с благопристойностью Сестры Запомните Это Причастники Поблагодарим Господа Слава Тебе Боже Слава Тебе Боже Слава Тебе Боже Благодарю Тебя Господи Боже мой Что Ты не ответ Мне грешник А удостоил Мне приобщиться Святынь Твоих Благодарю Тебя Что меня недостойно Причаститься Причистить Твоих И небесных дорог Ты удостоил Но Владыка Четколюбие Среди нас Умерший Воскресе Дарова Что нам эти страшные Редуги Показать Благодеяние Священие Душ И тел Наши Сделай Чтобы они Били в небо Целение Души и тела В отражении Всякого врага Просвечения Место вечного покоя День Престанный Глаз Празднующих И бесконечное Наслаждение Взирающих На несказанную Красоту Лица Ибо Ты Истинная Цель Стремления Неизъяснима Радость Любящих Тебя Христе Боже Наш И Тебя Воспевает Все творение Во веки Аминь Владыка Христе Боже Царь Веков И Создатель Всего мира Благодарю Тебя За все Благо Которые Ты дал Мне И за Пречищение Пречистых Вожетворящих Твоих Таист Молю же Тебя Благой Человек Любивый Сохрани Меня Под Кром Твоим И в тени Крыльях Твоих И дарами С чистой Совестью До последнего Мой Госдока Достойно Пречищается Святынь Твоих Прощение Грехов И жизнь Вечную Ибо Ты Хлеб Жизнь Источник Освещения Подател Благ И Тебе Слово Высылаем С Отцом И Святым Духом Ныне Всегда И во веки Веков Аминь Давший Пищу Мне Плот Твою Добровольно Ты Огонь Сожигающий Недостойных Не сожги Меня Создатель Мой Пройди Лучшие Члены Тела Моего Во все Суставы Во внутренности В сердце И сожги Терния Всех Моих Согрешений Душу Очисти Освяти Мысли Колени Утверди С костями Вместе Просвети Пять Главных Чувств Всего Меня Пригвози Страхом При Тобою Всегда Защищай Храняй И береги Меня От всякого Вредного Для души Делай Слово Очищай Умывай И устрояй Меня Украшай Разумляй Просвещай Меня Яви Меня Твоей Обители Единого Духа И уже Не обителю Греха Чтобы Бежали От меня По принятии Причастия Всякие Владей Всякая Страсть Как от Дома Твоего Как от Огня Ходатай Мезо Себя Тебе Представляю Всех Святых Начальников Боин Бесплотный Притечит Твоего Мудрых Апостолов Изверх Благое Священие Также Сияние Душ Наших И Тебе Как Подобает Бога Владыки Всем И славу Высылаем Каждый День Дел Твою Святой Господи Иисусе Христе Божий Наш Добудет Мне Жить Вечную И Драгоценное Прощение Грехов Добудет Мне Это Благодарение В радость Дравие Веселье Страшное Второе Пришествие Твое Сподобие Меня Грешника Справа Славы Твоей Походотайством Всечистой Твоей Матери Всех Твоих Святых Аминь Пресвятая Владычица Богородица Свет Помраченная Моя Душа Надежда По крову Прибежище Утешение Радость Моя Благодарю Тебя Что Ты Сподобила Меня Недостойного Стать Причастником Пречистого Тело Драгоценной Крови Сына Твоего Но Родивший Истинный Свет Просвети Духовные Очи Сердца Моя Источник Бессмертия Родившая Живи Меня Унышлен Грифов Милостью У Бога Любящая Милосердие Матери Помилуй Меня И дай Мне умиление И сокрушение В сердце Мое И смирение Мыслей И призвание К помыслам Добрым Когда пленен Бывает Разум Мой И удостой Меня За последнего Много Уздоха Не в осуждение Принимать Святыню При чистых Таинств Но в исцелении Души И тела И подай Мне слезы Покаяния И благодарения Чтобы не воспевать И прославлять Тебя Все дни Жизни Моей И вот Ты благословенна И прославлена Во веки Аминь Ты не отключаешь И рабат Веку Воды По главу Твоему С миру Микавиди Сто Очи Мои Спасение Твое Ежи Исю Готов Придыцем Всех Людей Свет Святый Боже Святый Крепкий Святый Бессмертный Помилуй нас Святый Боже Святый Крепкий Святый Бессмертный Помилуй нас Святый Боже Святый Крепкий Святый Бессмертный Помилуй нас Слава Отцу И Сыну И Святому Духу И ныне И приисны И во веки Веков Аминь Пресвятая Троица Помилуй нас Господи Очисти грехи Наши Владыка Прости Беззаконие Наши Святые Посети истили немощи нашей имени Твои городи, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава отцу и сыну и святому духу и ныне и прииснуй во веки веков, аминь. Отче наш, ижеиси на небесе, ида светиться, имя Твои, да приди, царствие Твоем, да будет воля Твоя, как Он на небесе и на земле, плед наш насущный дашь нам днись, и остави нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в свои искушения, но избави нас от Бога Бога. Аминь.